Я смотрю в некоторых комментариях, всем очень нравится, как точно ты угадываешь пиво, поэтому вот сейчас прям стопудово тот момент, когда ты не знаешь, ну ты же правда не знаешь, даже идей никаких нет, да, что за пивас? Нет, сейчас-то есть, но перед тем, как я вот так вот убрал, мне не было. Ну то есть сегодня ты как бы не знал вообще даже... Я даже не знал, что буду пробовать что-то. Да, вот, поэтому вот сейчас прям открывается, угадаешь или нет, как Саша бьется то из ста. Всем привет, это Саша Гэндальф, проект Первая Варка, Первая Варня Бербрю. Гоша сказал, что будет слепой обзор, о чем предмет этого обзора утаил, так что будет сюрприз для всех. И прежде всего для тебя. Ну да. Я наклеил над донышкой на бутылку одинаковые квадраты розовые. Я еще даже, видишь, не нюхал, что не было пока нюхал. Что, какие-нибудь вводные будут? Нет, нет вообще. А что мне нужно будет? Все угадать и сказать, какой больше нравится. А что все угадать? Все вообще... Все, что можешь сказать. Наживание? Все, не, все, что можешь сказать про это пиво. Я даже не буду говорить в одном ли они стиле. Нет, я вообще абсолютно не в одном стиле. Это ипа, это... Ну это скорее всего... Какой-нибудь... Какой-нибудь... Блон. Ну не блон, то я не знаю как. Блон, он все-таки прозрачный. Ну это типа Хугарден или что-то такое. А так, начну с этого? Ну как хочешь. Нариваешь-то. Ммм, чушь кислый всякий. Приживем. Это очень долго-то, конечно, так. Ну вон, давай анализируй. Рассказывай. Сейчас еще. Значит, по запаху. Ну это такая бельгийская история. Это и паштинская история. Бельгийская история напоминает Хугарден. Напоминает Бланш Де Брюс. То есть это такой бланшный. Ну судя по цвету тоже. На бланш похоже. Ну по вкусу нет. Ты этот пил когда-нибудь? Да. Как минимум правый. Да? То, что светлее. Да, насчет левого. Ну по-моему тоже пил. Но если не пил, то познакомился. Нет, если ты вот левый не пил, то смысл угадывать, знаешь, как пальцем мне мысли. Удаст левый? Из всего мирового. Да, правый сто пудов пил. То есть это железно, знаю, что это ты пил. А левый, ну черт его знает. У меня просто вылетел из головы. Может быть ты его и пил? Как реноме супердегустатора-то растерять не хочется, да? Нет, 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 это нет. Ну пускай будет бланш де Брюссель. Ну пускай будет бланш де Брюссель. Ну а второй. Пробуем. Пахнет как у меня ремко. Может быть действительно ты его не пил, тогда расскажи просто, что чувствуешь в этом пиве и так далее. Чувствую, прям сразу почувствовал, что ты и па, но и па без супераромата и на вкус она не выкислит. То есть видимо, то ли, не хочу сказать, что прокисло, скорее всего на стыке стилей. То есть непростая и по там что-то с чем. Ну и горчи там не сильно. Я не знаю, я такого не пил, наверное. Ну в принципе все расскажи. А так если сравнивать между двумя, какой тебе ближе, например, и больше нравится? Вот это, да? А если в какой-то шкале в десятке, например, с градацией 0.25, сколько бы баллов поставил? Одному и второму. Вот этому, наверное, шестерочку. Ну а этому, наверное, пятерочку. Все-таки не очень. Ну, хорошо. Ну все равно, так, средненький балл. Вскрываемся, да? Да волковская. Да волковская. Да волковская. Да волковская. Нет, ну что-то. А, бланшный бруссарь угадал? Молодец. 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 Ну то есть. А здесь? Ну здесь как бы хмеля-то побольше было бы. Смешно, что и второе название прозвучало сегодня, хотя не относительно. Ну, нет. Ну что это, бланш? Бланш-де-Мазай. Это КПА. Не, я его не пробовал, никогда не пил, даже не стремился. Нефильтрованная, пшеничная вещь написана. Но оно пахло изначально, как ИПА, такая хорошая, хорошая ИПА. Мне очень понравилось, вчера я его попробовал, мне на удивление, очень много было всего сказано негативного по поводу этого пива, но я этот негатив не разделяю, потому что мне оно, кстати, вчера очень хорошо зашло, ему очень понравилось. И какой-то хмель знакомый, во-первых, там какой-то прям есть его в меру и к месту, хотя стиль это уводит как раз, делает его, как ты сказал, на грани. То есть он что-то такое, начинаешь путаться ИПА, может быть, может быть, бланш, может быть, пшеничка. Да, да. Короче, вывод такой, по сегодняшнему видео, то, что не удалось мне в очередной раз. Тебя в лужу посадить, да, ты прям справляешься. При том, что это даже не те пивасы, которые ты любишь или пьешь, это просто те, которые пробовал. Ну, в общем, молодец, справился с обзором. Ну и как бы вот тут вот два бланша, один чуть ли не единственный бланш российского производства, ну, такой масс-сегмент, второй масс-сегмент брюзельский. Ну, если их сравнивать, вот, в сравнении, то этот, конечно, горький. Этот кисловатый с очень большим, с очень большой такой долей сладости. Он легкий, он более газированный, он щипет, ну, по пене видно, что она, конечно, может быть, и не напрямую говорит о том, насколько он газированный, но на языке, прям, да, тут прям газировка такая, а здесь он более такой спокойный, но, тем не менее, в нем очень сильная горечь для бланша, по мне. И пах он изначально, конечно, прям очень хорошо. С вами был Саша Гендер, проект Первая Варка, пил Арни Биар Брюм. Пейте вкусно и в меру, и всем пока! А бланш де Бруссель я пил достаточно долго, до всей этой крафтовой увлечения, до всей этой крафтовой истории, до Шпаттона, когда я пил Бельгийцев, и когда мы где-то лет пять назад первые попробовали, даже нет, лет шесть, наверное, назад попробовали первый раз Хугарден, вот их бланш, а потом, когда в магазинах его нигде нельзя было достать, его тогда еще не было, а бланш де Бруссель был везде, и поэтому как-то я пил его, но мне он, кажется, более, тогда я его считал более женским, потому что я думаю, что пиво может быть каким-то женским, может быть мужским. Сейчас, конечно, так не считаю, но это, наверное, из-за сладости и легкости, Ну, хотя, легкость такая обманчивая, потому что, на самом деле, если такую бутылку прикупить, то последствия, конечно, будут.